Аллахумма санли аля сейдина Мухаммадин ва аля али сейдина Мухаммадин. Наказание посла Бану Амир. Одним из предводителей племени Бану Амир был Амир ибн Туфайль, из-за предательства которого погибли мусульмане в Бирмауне. Соплеменники говорили ему, что все арабские племена приняли ислам, и теперь пришла пора определиться с истинной религией и амиритом. На это Амир надменно отвечал, «Я не успокоюсь, пока все арабы не принесут мне присягу вместо этого ничем не отмеченного курайшита». Спустя некоторое время предводитель амиритов все же решил отправиться в Медину, взяв с собой Арбада ибн Кайса, Джабара ибн Сулама и Халида ибн Джа'афара. По дороге они задумали убить пророка али саляту вассалям. Амир договорился с арбадом, чтобы тот ударил посланника Аллаха али саляту вассалям мечом в спину в тот момент, когда пророк али саляту вассалям будет беседовать с Амиром. Когда амириты прибыли в Медину, посланник Аллаха али саляту вассалям призвал их к Исламу. Амир же гордо ответил, «Поделись со мной своей властью или сделай меня своим наследником, иначе я подниму против тебя всех воинов моего племени». В ответ пророк али саляту вассалям обратился ко Всевышнему, «О Аллах, освобеди меня от этого Амира». В это время Арбад зашел за спину пророка али саляту вассалям и хотел вытащить меч, но он словно прилип к ножнам. Как ни старался, Арбад не смог вытащить свой меч. Возвращаясь из Медины, Амир набросился на Арбада с упреками, «Горе тебе! Почему ты не ударил мечом Мухаммада али саляту вассалям, как мы и договорились?» Арбад перебил его, всякий раз, когда я хотел исполнить задуманное, «Ты оказывался между мной и Мухаммадом али саляту вассалям. Я не мог тебя ударить». По пути домой, в том месте, где Амир и Арбад остановились на ночлег, всемогущий Аллах наслал на Амира тяжелую болезнь. Почувствовав близкий конец, Амир, не желая умирать в чужом доме, решил прогуляться верхом на коне. Проклиная Аллаха, он пустил коня вскач, но упал на землю, где его и настигла скорая смерть. Когда Арбад со спутниками прибыл домой, родственники спросили его, «С чем вы вернулись от Мухаммада али саляту вассалям?» Тот ответил, «Он призывает нас к бесполезному. Если в другой раз встречу, я убью его». По воле Всевышнего через несколько дней Арбада и его верблюда поразила молния, буквально испепелив дотла. Об этом происшествии говорится в одном из аятов священного Корана. В Медине жил ансар по имени Са'алаба. От частых поклонов мечети у него на лбу образовалась отметина. Сподвижники даже называли его «голубем мечети». После утренних намазов, не дожидаясь, когда закончится чтение Аскаров, Са'алаба уходил домой. Пророк, саллиллаху алей вассаляма, спросил его, «Неужели ты ничего не хочешь испросить у Всемогущего?» Са'алаба сказал, что не может остаться в мечети больше, потому что у него с женой лишь одна рубашка на двоих. И он спешит домой, чтобы жена успела вовремя совершить намаз, надев его рубашку. Са'алаба попросил избранника Всевышнего, алей-иссаляту вассалям, чтобы тот обратился к Аллаху с мольбой дать ему богатство. Хотя пророк, саллиллаху алей вассаляма, уверял Са'алабу, что от этого для него не будет прока, Са'алаба повторял свою просьбу. «Ты не хочешь быть похожим на пророка, алей-иссаляту вассалям, спросил он, клянусь Аллахом, в чьей власти душа Мухаммада. Если бы я захотел, эти горы стали бы для меня золотыми». Но Са'алаба опять повторил свою просьбу, и тогда пророк, алей-иссаляту вассалям, трижды произнес, «О Аллах, дай ему богатство». Всевышний ответил на мольбу своего пророка, алей-иссаляту вассалям, и дал Са'алабе богатство. Но чем больше у того становилось крупного и мелкого скота, тем реже Са'алаба стал появляться в мечети. Наконец, покинув Медину, Са'алаба поселился в пустыне. Когда Аллах вменил мусульманам в обязанность выплачивать закат, пророк, алей-иссаляту вассалям, начал рассылать повсюду людей для сбора заката. Когда двое посланцев пророка, алей-иссаляту вассалям, пришли к Са'алабе за закатом, тот ничего им не дал. Са'алаба сказал, что ему нужно подумать, что это не закат, а штраф джизия. И тогда был неспослан аят, в котором говорилось, что Са'алаба стал мунафиком. Когда Умар назвал Са'алабу мунафиком, тот пришел с овцами, чтобы выплатить закат. Но пророк, саллиллаху алей-иссалям, не взял у Са'алаба закат, сказав, что ему запрещено принимать закат от него. Вскоре Са'алаба стал известен среди мусульман, как человек, чей закат не принимается. Тем не менее, этот несчастный не раскаялся, а лишь посыпал свою голову землей. После смерти пророка, алей-иссаляту вассалям, Са'алаба пришел с закатом к халифу Абу-Бакру. Но и тот сказал, что не может принять закат, который не был принят посланником Аллаха, саллиллаху алей-иссаляма. Позже ни халиф Умар, ни халиф Усман не принимали от Са'алаба закат. Так несчастный и умер мунафиком. Посланник Аллаха, алей-иссаляту вассалям, передал. В судный день Всевышний Аллах скажет человеку, «О, сын Адама, я болел, а ты не навестил меня?» Человек спросит, «О, мой Господь, как я могу навестить тебя, ведь ты и Господь миров?» Всевышний Аллах скажет, «Разве ты не знал, что один из моих рабов болел?» «Но ты не навестил его, а ты не знал, что если бы ты навестил его, то рядом с ним нашел бы меня?» «О, сын Адама, хоть я и просил у тебя еды, но ты не накормил меня?» Человек спросит, «Как я накормлю тебя, ведь ты и Господь миров?» Аллах скажет, «Разве ты не знал, что один из моих рабов просил у тебя еды?» «Но ты не накормил его. Разве ты не знал, что если бы ты накормил его, ты нашел бы это у меня?» Всевышний скажет, «О, сын Адама, я у тебя просил воды, а ты не напоил меня?» Человек спросит, «О, Аллах, как я напою тебя, ведь ты и Господь миров?» Тогда Аллах скажет, «Один из моих рабов просил у тебя воды, но ты не напоил его. Если бы ты напоил его, ты нашел бы это у меня».